После указа Екатерины II об основании крепости и верфи Херсон на берегу Днепра в 1794 году последовал указ, положивший начало основания города и порта на Черном море Одессы. Главный православный храм Одессы и Новороссии, Спасо-Преображенский собор, был заложен в 1794 году, освящен в 1808 году, разрушен в 1936 году. После воссоздания на прежнем месте в начале 2000-х годов освящен 21 июля 2010 года патриархом московским и всея Руси Кириллом. Собор находится на Соборной площади Одессы, рядом со зданием собора располагается фонтан-памятник в честь открытия городского водопровода и памятник Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору князю Михаилу Семеновичу Воронцову, воздвигнутый на Соборной площади в 1863 году. Это был второй памятник, установленный в Одессе. Первым памятником, установленным в Одессе, был памятник дюку Диришильо. Бронзовый монумент в полный рост, посвященный Арману Эммануэлю Дюплесси, герцогу Диришильо, открытие которого состоялось в 1828 году. Диришильо участвовал в штурме Измаила, а спустя пять лет надолго обосновался в Российской империи. В 1803 году Диришильо стал городоначальником, а с 1805 по 1814 года генерал-губернатором Одессы. Одесситы называли его «Наш Дюк» и считали основателем города, хотя к тому времени Одессе было уже восемь лет. Стараниями нового градоначальника город превратился в крупный торговый порт. В 1888 году на Николаевском бульваре был установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину, это был третий памятник Одессы. В нижней части пьедестала из четырех углов его бьют струи воды, изливающиеся из зертов морских существ, стилизованных дельфинов, и падающие в четыре большие бронзовые вазы, расположенные по углам пьедестала у его основания. Вода, переполняя вазы, стекает в большой гранитный резервуар, обравляющий памятник. На лицевой стороне памятника, обращенной к бульвару, имеется надпись «А.С. Пушкину, граждане Одессы», подчеркивающая на чьи средства поставлен монумент. Выше на лентах в основании лиры начертано 1820-1824 годы южной ссылки поэта. Валентин Пикуль в своем историческом произведении «Из Одессы через Суэцкий канал» упоминает и про Пушкина. Говорят, заядлые одесситы не могли простить Пушкину стихов. «Я жил тогда в Одессе пыльной». Однако поэт был прав. Моряки угадывали близость Одессы еще вне видимости берегов. Над горизонтом появлялось пыльное облако, возникающее от мостовых Одессы, сложенных из известкового камня. В течение полугодия одесситы дышали этой пылью, а еще полгода месили ее ногами, когда она превращалась в липкую отратную грязь. Богатый и неряшливый город был в России главным регулятором цен на хлеб. Здесь процветал почти американский пиетет к наживе и торгашескому афоризму. Очевидец тех лет писал, что Одесса была как бы клином из другого материала, вбитым в тело России. И это высказывание – сущая правда, ибо законы Порто-Франко делали Одессу чересчур вольготной и малозависимой от общего всероссийского рынка. Четвертый памятник Одессы – полное название надмогильный памятник генерал-адъютанту Радецкому на Старом кладбище. Памятник выдающемуся русскому военачальнику Федору Федоровичу Радецкому, сооруженный на его могиле в городе Одесса в 1891 году. Через 9 лет, 6 мая 1900 года, состоялось открытие памятника Екатерине II и основателям Одессы – Дерибасу, Деволану, Потемкину и Зубову. Памятник был расположен в Одессе на Екатериненской площади. Таким образом, жители города Одессы выразили свою благодарность основательнице города. Открытие памятника было приурочено к столетию со дня смерти Александра Васильевича Суворова. В 1920 году памятник демонтирован. Революционно настроенные граждане хотели памятник Екатерине сломать, однако после того, как он был просто укрыт тканью, демонтаж на определенное время отложился. Памятник восстановлен в 2007 году, 29 декабря 2022 года был вновь демонтирован. Валентин Пикуль в своем историческом романе «Ступа и не греши» так описывает Одессу. Сто лет назад Одесса, извините, все-таки была веселее и наряднее. Ее улицы и площади хранили святость исторических названий. Памятники тоже оставались незыблемы. На их пьедесталах красовались тогда совсем иные герои. Не те, что разрушали, а те, которые Одессу созидали. Кстати уж, оставив в стороне Потемкина, Решелье, Лонжерона, Дерибаса и Воронцовых, я вам напомню, что Одесса славилась не только босиками с Куликового поля, не одними тряпичниками с Чумной горы. В разное время здесь проживали последний в России граф Разумовский, неаполитанская королева Каролина, из Одессы вышла барышня Наталья Кешко, занявшая престол Абриновичей. Наконец, одесситы не забывали и знаменитого Джузеппе Гарибальди. На улицах звучала речь греков, французов, итальянцев, болгар, евреев, тур и попросту одесситов, считающих, что все неодесситы должны им завидовать. Одесса жила с торговлей, почему и процветала в небывалом довольстве, для нас уже недостижимым. Люди победнее шли на толкучку, а длинная череда роскошных магазинов на Александровской приманивала зажиточных изделиями Парижа. Имеются в Одессе и другие памятники, например, памятник российскому императору Александру II, установленный в Александровском парке в мае 1891 года, на том самом месте, на котором в 1875 году городские власти принимали императора Александра II, для чего был построен царский павильон. Одно время в Одессе находился памятник Александру Суворову, работа скульптора Бориса Эдуардса. Изначально памятник был установлен в румынском селе Думбревени. Его открытие состоялось 6 ноября 1913 года. Через два года после начала Первой мировой войны, в 1916 году, памятник демонтировали и переправили в Одессу, а в 1945 году в Измаил, где он и находится по настоящее время. Конечно, как и в любом советском городе, в Одессе был установлен памятник Ленину, в результате революционных действий которого распалась Российская империя и образовалась Украинская СССР. Но в результате современных революционных движений после 2014 года памятники Ленину были демонтированы по всей Украине. В 1958 году в Одессе был установлен памятник другому революционеру Григорию Калинчуку, одному из организаторов восстания 1905 года на броненосце Потемкин. Это был первый случай вооруженного мятежа целой воинской части в ходе революции 1905-1907 годов в России. В ходе стихийно начавшегося из-за некачественной пищи вооруженного выступления матросы захватили корабль в свои руки, убив при этом часть офицеров. Не имея четкого плана дальнейших действий, восставшие повели корабль в Одессу, где намеривались пополнить запасы угля, воды и продовольствия, поддержать проходившие в городе антиправительственные выступления и встретиться с главными силами Черноморского флота, которые, как полагали восставшие, присоединятся к восстанию. Ночь с 15 на 16 июня вошла в историю Одессы как красная из-за зарева пожаров, наблюдавшихся всю ночь в районе Приморской улицы, в ходе которых сгорела городская электростанция. На следующий день Потемкин произвел несколько выстрелов по Одессе. К вечеру город вымер и погрузился во тьму из-за сгоревшей электростанции и опасений одесских обывателей жечь свет. Эта ночь вошла в историю города как черная. Через два десятилетия после данных событий Сергей Эйзенштейн снимал в Одессе свой фильм «Броненосец Потемкин», ставший классическим образцом кинематографа и монтажного искусства. До сегодняшнего дня неизвестна была ли сцена расстрела на всемирно известной лестнице реальной или выдуманной. После того, как планы и надежды восставших матросов не оправдались, броненосец, совершив поход от Констанции до Феодосии и обратно, спустя 11 дней сдался румынским властям в порту Констанция. Восстание на броненосице способствовало углублению кризиса власти в Российской империи и имело для нее негативные внешнеполитические последствия.